Игорь Геннадьевич, результатом можно быть довольным, а что скажете насчет игры? Видно было, что после 40 минут уже что в первом тайме, что во втором уже еле передвигались, но это объяснимая ситуация, потому что ребята под очень приличной нагрузкой работают, в разном режиме, даже сегодня у нас с утра была тренировка, мы знали силу соперника, как чемпион Южной Кореи, но как бы ни просмотров на собраниях этой игры так особо не было. Болельщики по ходу первого тайма буквально восторгались игрой нашего центрального треугольника. Вам не что сказать именно по поводу наших ребят в центре? Ну я могу обо всех ребятах сказать, не только игроков центральной линии, потому что все выкладывались, кто насколько сегодня мог, выложили на 100%. Я думаю, даже сегодня выкладывались не 100%, а на 110%. Неяс, Максим Григорьев пока на 100% не готовый. Во втором тайме на позиции нападающего Леша Миранчук действовал? Ну, Леша Миранчук, они взаимодействовали с Коломейцем. Они меняли позиции, то один, то другой. При такой схеме Испания выиграла чемпионат Европы, если мне память не изменяет, когда они все нападающие получили травму. Это нормально, надо все прокручивать, пока есть сборы, пока я следую. Также на позиции центрального защитника в первом тайме в паре с Ведераном появился Ян Дюритс. Можно сказать, что в их неком соперничестве с Пищеновичем Ян пока на шажочек впереди? Нет, ни в коем случае. Мы отталкивались от того, как бы равный состав вы хотели высадить на два тайма, поэтому тут никакой конкуренции пока нет. И видно было, кто на что способен. По двум таймам.